Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня в нашем небольшом интервью сериале очень занятой человек Даша Шивадронова. На сегодняшний день Даша является шеф-редактором Евровидения по-русски, дружит с Яной Чуриковой и периодически общается с самыми настоящими селебритисами. Поэтому сейчас я, Даша Шивадронова, буду здесь бегать и узнавать, что же здесь интересного на российском нациоотборе. Как вы оказались на Евровидении? Оказалась я там, наверное, по дикой случайности. В 2016 году я искала себе, наверное, место в этой жизни. Я писала во все паблики Евровидения, хотела, так сказать, устроиться куда-то редактором. Доблестный Александр Наумов, ныне мой один из лучших друзей и коллега, шеф-редактор Евровидения по-русски, я шеф-редактор Евровидения по-русски, принял меня. И мы вскоре создали новый проект Евровидения по-русски. Да, это просто был паблик Евровидения. А так Евровидение я люблю с 2009 года. Именно оно, так сказать, зародило во мне вековое телевидение, кино, поэтому я и пошла в кинооператора. Пошла работать, так сказать, в эту сферу. Как вы обратились к группе моей НЛО, чтобы они участвовали, я так понял, в отборочном туре для Евровидения? Ну да, мы с солистом общались. Я, если честно, я вообще не помню, как мы с ним познакомились. Я вот всю жизнь это вспоминала и не помню. Возможно, благодаря и директору Наташе, потому что мы с ней, наверное, до этого познакомились. И вот, если честно, прямо из памяти выбилось. Ну, наверное, мы с ним просто общались. Он мне прислал свою песню «Ючерк Манделла». И мы просто разговаривали про то, как бы здорово, если бы я ему говорила, мол, вот отбор белорусского Евровидения очень простой. Туда попасть может любой дурак. Я говорю, подай заявку, и тебя пригласят. И они подали заявку, их пригласили. И я не ожидала, что они поедут, потому что у них набор был всего несколько дней. Они даже меня приглашали. Ну, из-за работы я могла поехать. И они там выступили. Очень здорово. Я прилетела в Минск. Ну, я не знаю, как правильно говорить. Но я, короче, в Минске. И мы ищем, где тут продается еда и вода. Гостинчика. Да. Что можно есть в Минске? Естественно, пирожную картошку. Артисты фотографируются на фоне... А, короче. А, короче. Я не буду. Столько регистрации. Мы уже получили номер. Номер... Какой? 29. 29. 29. Сидя из вблизи. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 34. 33. 32. положено. Давайте мы его немножечко исправим. Сметанка. Какой был шанс, что их вообще взяли бы на Евровидение? На мой взгляд, я вообще надеялась, что они пройдут. Потому что год был тот слабый для Белоруссии по отбору. Потому что там был какой-то трэш. Какие-то беды, какие-то иностранцы, какие-то еще непонятные люди. Неформалы или формалы в плане «Белорусская народная песня». А тут что-то такое своеобразное. Рок не рок, поп не поп. На Евровидение, в принципе, это заходит. Поэтому ребята выступили достойно, на мой взгляд. И там еще, я помню, я слушала белорусское радио какое-то, которое в прямом эфире обсуждали заявки, которые были на сборочном туре. И они очень позитивно отзывали от ребяток, я помню. И на Ютьюбе были неплохие комментарии. И вообще говорили, что хороший голос, хорошая песня. Мы видим просто неформат. А как так получилось, что они отбирались от Белоруссии, хотя они в Оренбурге находятся, группа? Белоруссии на тот момент, в 2019 год, не было запретов на то, что какой участник, от какой страны может участвовать. То есть это мог быть и белорусский, и русский, и казахстанец. И там была испанка. Я помню, она прошла финал отбора. Поэтому и украинец прошел финал отбора, я помню. Поэтому ограничений не было. Но вот потом, в следующий год, появились, и они ввели ограничения только для белорусов, или уколошее вид на жительство. Поэтому я поэтому и говорила, почему белорусский отбор открытый. Потому что туда мог попасть каждый. Вот вы с какими людьми интереснее было всего вам познакомиться, когда вы уже пришли на Евровидение и начали работать со звездами? Кто наибольшее впечатление оставил и почему? Наверное... Ну, звезды, они приходят и уходят. А вот я скажу больше, что впечатление составляют фанаты. Потому что и друзей стало очень много. 90% друзей сейчас это фанаты Евровидения. И фильм я про них сняла отцу дипломный. Но и звезд, я скажу, что из русских какого-то так особо приятного ощущения у меня не было, когда я с кем-то общалась. Потому что русский шоу-бизнес, это русский шоу-бизнес, он такой, он акулы и все такое. Иностранцы, они всегда очень милые. Я помню, как в 19-м году я общалась в пресс-центре, с представительством Бельгии, Бельгии, Элиотом, и я поддерживала то, что он не прошел финал, и он так мило отзывался, он меня обнял. Также это было с представителем Сан-Марина, это было, я помню, еще с представителем 17-го года мы встретились, и он был настолько милый. В общем, иностранцы, они всегда милые, с русскими, я не знаю, они как-то всегда закрыты и, наверное, не хотят с кем общаться. Вот так. Есть ли шансы у тех групп на Евровидении, в которых не верят эксперты и букмекеры? Да, конечно, всегда есть шанс. Примеров уйма и куча, ну, если из последних, это 19, ой, 21-й год, Португалия, особо никто по букмекерам их там не возвышал, и они заняли, если не ошибаюсь, 7-ое или 6-ое место. Совершенно такая неформальная группа, так сказать, джаз, какой-то рок из 60-х, и не каждый это может слушать, и в итоге это зашло. И также вот Манескин, который победили, не каждый будет слушать Манескин, ну, казалось бы, не каждый любит рок, а это было в точку сердца, и сейчас самая популярная группа, почему бы нет. Что будет в этом году интересного на Евровидении, какие самые, то есть от нашей страны поедет? Ну, от нашей страны я не знаю, опять Россия один, думаю, что отбора открытого не будет, ну, будет, скорее всего, замыленная, заезженная, идеально подготовленная песня, номер, возможно, там ТОП-5, ну, зависит от артисты, не знаю, посмотрим. А так и из других стран, я просто всегда советую смотреть чрезвычайный отбор, мел, фестиваль, это настолько профессионально, это профессионально, чем Евровидении, поэтому за шведами интересно смотреть, вообще за скандинавами интересно смотреть, интересно будет посмотреть финский отбор, там будет Дерасус, они участвуют в отборе, у них классная песня, и я очень бы хотела, чтобы они попали на Евровидение, это вообще последние артисты, которые я вообще ждала на конкурсе, потому что это мои кубиры, и я когда увидела их в отборе, я забрала. есть детское Евровидение, которое почему-то обходит стороной наше телевидение, хотя там в принципе довольно интересно все, почему это происходит? Оно не обходит, просто оно проходит на канале Карусель, канал Карусель, так сказать, объединенный канал России один и первого канала, они вместе занимаются, я так понимаю, детским мировидением, ну, в большинстве случаев Россия занимается, раньше он транслировался на России, они транслировали, потом стало неинтересно, ну, кому интересно смотреть детей, сейчас только, наверное, шоу Синяя Птица, наверное, бабушки смотрят, детское мировидение, ну, нашим вещателям показалось нерентабельным, но хотя в 2019 году НТВ, когда отправлял своих участников там, шоу Ты супер, показывали, и очень был большой, так сказать, просмотр зрительский, но выхлопа это не дало, и мы заняли очень низкое место для России. Вообще детское мировидение нам не ведет в последнее время, ну, только 17-й год победа, это мое первое евровидение и победила Россия. А участвуют ли в детском евровидении дети звезд или нет? Ну, участвуют, я просто так сейчас не вспомню, но, я скажу так, участвуют дети миллионеров, ну, можно так сказать, но именно в российском, в российском детском евровидении, я надеюсь, что меня после этого интервью окразитуют на детском евровидении, но все же, я слежу за детьми, которые участвуют на детском мировидении, и они все далеко не бедные. Наверное, в нашей стране попасть на этот конкурс, обычный ребенок какого-нибудь куева-кукуева с пяти рублями в кармане не может. Это дорогое удовольствие. Поэтому надо смотреть на это как на элитный конкурс. Поэтому туда попасть не можем. Ну, вот сейчас активно идут отборы. В прошлом году победил рок-музыка, да, Манискин? Я просто ввиду того, что на сейчас диплом не особо слежу, но я скажу так, Манискин, как вот после каждой победы начинается какой-то шлейф прошлого победителя, как после победы Дунка начались баллады с пианины. Так, Манискин сейчас просто один рок. Наверное, Дерасмус после этого подали заявку. Поэтому очень много рока своеобразного и какой-то техно-рок, и альтернативный рок, и поп-рок, и дирок, и все такое. Много рока. Ну, и всегда, наверное, должно стать меньше обычной евразионной музыки, что необычно. Но, наверное, сейчас будет мелодий фестиваль, мы увидим типичную евразионную музыку, которая победит. Я устала слушать что-то новое, хочется чего-то такого типичного евразионного. live формат.